вот на этот квадратик нажать и все а потом завершать понял понял все пожалуйста спасибо я вас приветствую сердечно вы ко мне обратились потому что вы незрячая как вы сказали совершенно незрячая тотально потально давно это давно 9 лет уже будет вот зиму в январе будет 9 лет а где вы живете в каком городе ставропольский край город изобильный понял скажите пожалуйста у вас травма была там или что высокое глазное давление глаукома просто стала терять зрение пошла выписать очки оказалось высокое давление и уже было поздно что-либо делать капли не помогли и за четыре месяца полностью зрение ушло а вот сейчас мы с вами вот по вашей же просьбе связались через этот самый не вас на по этот как его называется зум конференция вот как вы смогли там кнопки нажимать чтобы а у меня есть программа невизуального доступа на телефоне приложение такое толпе так называется я пальцем касаюсь экрана и он мне озвучивает что у меня под пальцем находится молодец какая послушайте а красивая девушка такая наверное не один застрелился там мужичок не знаю потому что застрелились они мне об этом не успели сказать это я так проверяю чувство юмора есть ученика или нет если человек засмеется значит здоровый психически молодец я очень рад значит только у нас не зрения вопрос только мне был у вас когда мне вот сейчас пять минут назад звонили вы сказали что вы делаете ключ и вас начинает так заворачивать так заворачивать а я вам сказал так делать и вначале что я у дивана вы говорите я делаю что его дивана я вам потом сказал так всякие выгодите я уже сидела делаю уже начала сидя делать да потому что у меня несколько раз так от откинула к противоположной стене я там и телевизор сбила и все что было на стенке я хочу сказать кто смотрит наш бесплатный ликбез из-за раза в раз тот уже знает эти простые вещи как азбуку ребенок когда читать учится азбуку саморегуляции дело в том что мы производим самостоятельное тестирование своего состояния с помощью градусника напряжения это 10 это а вы же не видите 10 это наверху если держать руку вертикально локте согнуты вот локоть поставить на стол по столу как поставьте вот 10 и 10 это вершина пальчиков положите другую ручку наверх вот так вот но домиком да нет сверху положите на ваши пальцы другую руку нам не что телефон а ну да ну понятно ну короче там где ваши пальчики наверху это 10 локоть который у вас на столе лежит это ноль это маня и вот с 10 до 0 10 10 деление шкалы 10 это когда совсем плохо это дискомфорт это страх это паника это неуют это тоска глубокая это то что минусом называем негативное состояние а вот 0 это когда состояние такое говорят что это вот состояние умиротворения вот это состояние иногда люди религиозные молитвенной благодатью называют до молитвенной благодатью но потому что когда они делают молитву а повторяемое движение снимают напряжение если вы обращали внимание раньше люди покачиваются иногда делают молитву вот так вот повторяю внутри себя или когда они нервничают они ходят туда-сюда по комнате ли когда сидят и нервничают они качают ногой или постукивают пальцами вот эти повторяемые действия снимают напряжение начинают постукивание пальцев поэтому четкие появились повторяемое действие поэтому и молитва появилась это единые законы природы так мозг устроен так вот когда вы делаете ключевые действия будь то будь то повторяемое движение например шалтай болтай как дети кого тут стоят вот так руки влево руки вправо руки влево и вправо и думают о чем думаете либо это либо вы сидите на столе и покачиваетесь и переживаете о чем переживается либо это либо вы делаете левитационные движения вот смотрите повторяемое движение в них есть в основе автоматизм то есть когда вы нервничаете их легче делать чем не делать поэтому с ноги на ноги человек перебира переминается когда ему не у напряжения так снимает напряжение вот в этом переменании или постукивание пальцев или качание ноги и есть автоматизм то есть эти действия делаются без труда без всякого когда я когда человек не нервничает действительно ему легче делать чем не делать повышение напряжения сбрасывают так вот этот автоматизм можно сделать в другой форме не путем повторяемых действий а например в ключевом стресс тесте когда мы воображаем себе сразу что движение наши расходят расходящиеся руки сразу переходит в автоматизм то есть можно в автоматизм перейти повторяемыми тупыми механическими действиями а можно перейти в автоматизм иде рефлекторными приемами то есть ключевыми приемами то есть воображая себе действия и она пойдет на автомате то есть можно в автоматизм перейти механическими повторениями как мама ребенка повторяет это покачивает подбираем у ритм а можно сразу перейти на этот автоматизм и в том случае и в другом случае это снимает стресс так вот что вы делаете как я понял вы стоите вы держите руки перед собой воображаете что руки пошли и они сразу на автомат выходят и переходы выходят сразу снимается стресс и поэтому тело начинает покачиваться потому что человек расслабленные расслабленные когда он расслабляется он покачивается да но у вас сразу начинает сильно покачивать потому что 30 процентов людей очень легко входят в трансовое состояние они только расслабились их сразу качаете там где тело было более напряженная или менее напряженная вот эта структура нервномышечных напряжений она начинает вести чтобы снять эти напряжения и получается такое что закручивает что какие-то движения пошли потому что это все пытается организм сбросить накопившиеся напряжения снять спазмы улучшить кровоток мозга улучшит работу печени легких и так далее организм сам начинает себя выравнивать он начинает восстанавливаться а процесс этот идет у вас через всякие непроизвольные движения которые тело начинает выдавать вот кстати говоря это явление лежит в основе спонтанного танца на есть китайцев то ли еще где-то спонтанный танец человек сам ходит в это состояние организм сам ему выдает эти танцевальные движения может танцевальные выдавать может у кашпировского в зале когда сидели люди там руки делали вот такие вот когда в транс погружались самостоятельно без всякого его указания они делали плавательные движения кто-то головой крутил но это когда человек освобождается от напряжения у него тело самого начинает вот по вот этим вот вектором дневномышечных напряжении разблокируется и у него появляется вот эти вот чтобы выровняться на конец ну поскольку вы к этому не подготовлены и новичок который в этом не разбирается и вдруг станет и вдруг он относится к этим 30 процентам легко входящих транс а я сейчас скажу какие люди это обычно это люди которые вас не летают бывает ну вот видите я же вам про это я рассказываю мне же 70 лет я же же с этим занимаюсь понимаете поэтому я извините еще пока не знаю как вас зовут ирина то что у вас не летайте я уже знаю потому что когда вы сказали что у вас начинает закручивать крутить это значит 30 процентов которые он залетают ирина очень приятно красивая девушка меня тут спросили я вообще на юмор людей проверяют я сам юморист сейчас люди мало так сказать по понимает что шутка украшает беседу что если человек с с юмором значит у него еще все в порядке мне недавно спросили а у вас любовница бывает а я говорю покажу что я не человек что я не мужчина теперь значит жалко конечно вы мои котели не видите а то бы я начал вас за вами ухаживать как говорится не только давая советы но и показывая картины я с удовольствием я не теряю веры что буду еще видеть но посмотрим я никаких обещаний не даю никогда потому что я не бог а те которые дают гарантии это шумеры или безответственные люди неопытные начитаются где-то вот например я когда студентом был совсем на первом-втором курсе начитался что если спирту поддержать рака сделать настойку то можно лечить раковых больных потому что была идея что вот это вот лечить подобное подобным подобным да ну типа гумоопатии ну короче говоря у меня была знакомая тетя шахрузат у нее муж был болен раком очень тяжело она очень хорошие врач работала в скорой помощи маминой мои подруги я и убедил поскольку человек который во что-то верит может убедить другого человека я врача взрослого который имеет многолетний стаж убедил чтобы муж ее пил вот эту настойку короче он один-два раза выпил и началась кровохарканье у него ему резко это дело прекратили я просто хочу сказать что человек который не не опытные которые еще как говорится не стрельный воробей прочитает где-то вот это помогает вот этому это помогает вот это вы начинают всем советовать понимаете а другие которые верят во все это а это такой уверенный потому что он сам легко хоть раз ну короче эти люди летали во сне а теперь и может быть кое-кто сохранился которая и во взрослом состоянии летает кроме того что летали во сне они могут нужный час просыпаться без будильника есть тоже у меня такое но при условии конечно что им дают высыпаться потому что если вам не давать высыпаться мозг так требует сна что вы заряжаете себя на 8 утра встать просыпаете потому что не хватает питания в клетках можно я сплю очень мало 3-4 часа всего правильно да а как вы себя чувствуете ну довольно таки бодро правильно потому что вы все время в полутрансе находитесь трансовое состояние это энергоэкономное состояние вот бутылька например бутылька а когда ему показал как руки расходятся и у него руки разошлись он готова дыхание стало как надо а он-то знал как дыхание нужно потому что это состояние я ему пытался объяснить что дело не в том что он задержки дыхания делал он же предлагал он же мне говорит этот можно давать тем людям у которые волевым образом не могут блокировать дыхание я могу зачем же только им это все можно давать потому что дело было не в блокировке дыхания как будто и к думал в уголь кислом газе дело не в уголь кислом газе а дело в том что ты когда задерживаешь несколько раз дыхания несколько раз задерживая потом где же она уже бесконечно держится то потому что транс переходишь методика дыхания по бутейка это методика вызывания трансового состояния в котором она уже дыхание и держится долго из этих вдохов интенсивно а у стрельниковый вход через интенсивные вдохи-выдохи то есть методы противоположное результат один и тот же потому что дело не в дыхании там был состоянии ну конечно выход состоит а в этом состоянии в этом состоянии того кислорода которые в клетках мозга есть уже достаточно в отличие от того когда он стрессе в стрессе не хватает кислорода в клетках мозг а здесь когда он транс вышел стресс сбросился ему этого кислорода уже достаточно и он испытывает эйфорию но это такой момент бывает когда ты бежишь 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 и уже нету дыхания нету и ты из последних сил волю кулак и преодолевая себя еще бежишь и вдруг после пика напряжения легкостью 2 дыхание говорят вот это 2 дыхание тоже транс ну там ты бежишь и у тебя сил нету а у тебя вдруг появились силы откуда появились ну конечно потому что ты перешел трансовое состояние а там на 20 процентов энергопотребление уменьшается потому что в другом режиме работы мозга находишься и поэтому бутылька не просили поругание кислородной подушки потому что врачи и больные знающие кислородная подушка помогает людям выжить а тут он говорил кислородная подушка кислород это вредно надо жить как тысячу лет назад когда у килл за вроде было много углекислого газа поэтому когда мы не дышим мы включаем у себя первобытное здоровье и так далее но неправильная теория хотя будто их гениальный был человек и методику придумал гениальную который тоже спасла миллионы людей да но просто давно объяснял неправильно но не важно я просто хочу сказать что разные методы могут давать один и тот же результат когда снимается напряжение и человек попадает в легкое трансовое состояние когда быстро из 10 шторма выходит на ноль чем быстрее он выходит на ноль тем больше эндорфина включается а эндорфины это же внутренний алкоголь организма гормон радости они же и здоровья они же работают том чтобы человек был не в депрессии об счастливом состоянии чтобы он влюбил люди чтобы любили друг друга любовь алкоголь искусственно это заменитель замените поэтому когда люди выпьют алкоголя у них уверенность появляется 50 грамм для храбрости потом выпить еще немножко и начинает любить друг друга ты меня уважаешь а потом уже море по колено а потом уже больше выпить море по колено а потом еще больше выбит сидите мужу пофигу а жизнь проходит мимо да ну потом бывает очень тяжко потому что как говорил христос сарство божие внутри вас есть брат и на и внутри нас есть пусть этих райских удовольствий потом такие тяжелые муки человек сидит мучиться потому что на кислород весь сжег и потом у него напряжение и спазмы и так сильно гуляют крови ему надо теперь действительно лимонного сока попить или соды что вышивы немножко это надо разбираться ну короче говоря я вам хочу сказать что раз вы трясти вы почему мы делаем этот ролик я вас попросил давайте вот ваш вопрос мы осветим для всех потому что очень много людей новичков а наша школа все увеличивается увеличивается у нас уже там 63 64 тысячи из разных стран из разных стран и мы все создаем науку человечности и мы все обучаемся но не так как раньше когда гипнозом там или там чумак или кашпировский появлялся из зала гипнотизировал а чтоб человек сам ногу снимать у себя стресс чтобы сам мог выходить на это состояние комфортности чтобы сам регулировал свое состояние и мог сам у себя измерять на градусники напряжения потому что я попутно скажу уже сам один вот этот прием когда человек представляет себе какой же у него стресс 10 или 7 или 8 потом снял напряжение и опять измеря измерил он уже обучается управлять своим состоянием другой раз когда у него стресс если вспомнит этот градусник и мысленно рычажок там сверху внизу опустит у него тоже напряжение снимается хоть самолете хоть подводные лодки ходе это очень хороший прием это один прям а там много приемов сотни приема включая но самое главное принцип надо подбирать себе те приемы лично которые тебе максимально комфортные которые тебе максимально простые которые те максимально понятные и не делать того что тебе неприятно вот здесь у тебя выбор как раз таки делай то что тебе приятно такого метода в мире нету не заделай тоже где приятно и вся идея понимаете и оказывается когда человек делает то что ему приятно это резонирует с его состоянием это резонирует с ним потому что ему это хочется чтобы ему было приятно потому что приятно это значит мало стресса а неприятно это много стресса когда делать то что ему приятно он не открывается способности и таланты потому что стресс на у нас от чего возникает знаете от напряжения потому что человек по природе творец ему хочется создавать любить мечтать чем отличается человек от животных самое главное человек способен к идеалам идеалы создает и пытаются совершенствоваться и жизнь улучшать так он творец по природе а ему жизнь не дает и у него стресс они дают вот мужик например вот начинает что-то делать а жена подходит и говорит а кому это нужно и она раз его не вырубила а он может быть стал бы великим авиатором да она говорит а вот петров у него трехкомнатная квартира у тебя однокомнатная квартира ты все мечтаешь да мечтаешь кому это нужны твои мечтания лучше иди там и начинает его гнуть под свои деньги под свои представления да да ну понятно а мужик он а он и не послушался жену они там разошлись он потом на другой женился потом на 3 женился а потом стал известным авиатором бедвожий герой социалистического труда вы понимаете в чем дело судьба человека очень сложная поэтому да прилепится кто кому-то прилепится мужчине или женах муж муж к жене женской юбки потому что материнская самое главное и мать природа и мать женщина в ней душа берегине и вот у меня картина жалко вы не видите берегине она называется вообще-то участница нашей школы моя приятельница психолог она назвала наталья пашкевич из беларуси назвала мадонна с младенцем хорошая картина литурсом знаете вы смотрите еще кто-то звонит сейчас мы с вами закончим я одновременно люблю теорию практику давай сюда я вас слушаю да здравствуйте я вас слушаю на улево суши я вас слушать я не понимаю где тут громкость что вы хотели оля такая ситуация произошла когда я была три года назад за границей а после того как вернулись у меня на два дня была де реализация я просыпалась среди ночи не понимала где нахожусь в общем я у психиатра были у психиатра были давайте мы так сделаем вы мне позвоните через 15 минут потому что я сейчас там по работе разговариваю я говорю через 15 минут позвоните мне с вами надо разбираться был психиатра были не могу понять что там происходит я какую-то кнопку нажимаю смотри опять она будет с вами надо разбираться я сейчас занят понимаете я сейчас даме помогаю там по интернету она не видит совсем она незрячая вы позвоните мне через 15 минут все хорошо так ну слава богу разобрались ну конечно это очень хорошо да это очень хорошо она сразу поняла нормальные люди есть которые отзывчивые добрые и порядочные есть такие люди есть есть у меня все такие вокруг это замечательно вот их надо всех собрать их надо всех собрать и мир станет лучше и потому что я почему говорил о том что люди не должны прогибаться под давлением ни жены неправильных советов не начальника неправильных советов не сми которые сейчас всех страхами грузят там это прогибаться не нужен человек должен быть человек человек и человек и говорю горький звучит гордо человек должен быть homo sapiens это человек разумный и человек должен быть душевный то есть у него должен быть разум и сердце правильно вот и все вот и все естественно что он просто идет перекос сторону материального поэтому христос свое время говорил не хлебом единым жив человек но перекосы в духовное тоже неправильно надо чтобы баланс конечно ну вала за психических физиологических процессов а это ключ ключ поэтому когда человек по природе творец подбирает путем перебора себе действие которое ему наиболее приятные из массы упражнений там хлёшь руками по спине шалтай болтая лыжник плавательные движения движение как будто на коне скачешь движение как вот это и трясешься движение как вот это танцуешь но перебираешь по полминутки эти все разные движения с поиском какое тебе приятнее ты уже развиваешь себя этого творца ты уже открываешь себя потому что там где у тебя резонирует с этим действием ты ищешь соответствие соответствие между своим состоянием и действием и когда ты находишься отвесе у тебя сразу стресс снимается и ты выходишь на приятное состояние и там включается эндорфины и клетки мозга обогащаются кислородом и проходят всякие болячки всякие болячки сами отваливаются потому что это состояние обладает необыкновенным лечебно потенциальным эффектом восстановительным оздоровительным поэтому вы берете если вас сильно качает когда вы делаете ключевые приемы если вы быстро ходите в трансовое состояние вам надо делать это сидя или вам надо делать это лежа вяжите себе на коврике на теплом выпускаете пар как говорится разгружаетесь и пускай вас курочит 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 столько курочит и потом у нас и затихли заснули так хорошо несколько дней подряд всем рекомендую делать сидя кто быстро входит в это состояние или лежа а первый раз тем более только около дивана они все три комнаты ну конечно потому что у вас понесет понесет потому что когда вы расслабляетесь естественно и пьяный тоже качается и мама ребенка качается расслабляется конечно расслабление связано с покачиванием а также поэтому ничего удивительного тут нету что когда вы делаете ключевой средств с вас начинают качать ставить ноги пошире надо чтобы не бояться во вторых надо встать у дивана таких надо сесть 4 надо лежа делать чтобы не вот эта техника безопасности насколько надо делать я вам сразу скажу пока организм просит и надо делать металли запомните приятно чтобы хочется вам делать час делайте час хочется делать пять минут и все делайте пять минут и все сколько дней начинает новичок делать до три четыре пять через не делать и вдруг начинает замечать что лучше спать начал настроение поднялось депрессия уходит я все рассказал вам общие такие азы так сказать а звуку саморегулятор а вот лежа там руки надо поднимать или просто лишать знаете если вы уже днем или вечером делали на стуле делали выходили в это состояние вы его запоминаете ему прорастает потом вы делаете лежа легли там пачек пачек представили что пошел или руку представили чтобы рука пошла или просто качаете рукой воображаете и вы уже это туда выходите в кстати говоря в этом состоянии вы не только восстанавливаетесь все что возможно все что возможно зрение почки печени и женщин позвоночник шея шея все вот эти спазмы проходят потом все становится на свое место поэтому я не рекомендую вот на турниках подтягиваются если шея больная надо ловить им более стоять нельзя сухой подготовкой надо делать его что потом это самое чемодан на верхнюю полку тяжелый ставить не нужно чтобы шею не присылать потом если спина болит я бы я в следующий раз с вами буду говорить мы давайте еще одну встречу сделаем и закрывайте чтобы очень многих людей научить радикулиты снимать ну вдруг спина болит как снять это тоже моя проблема с вами почему будет убедительнее для всех потому что во всем есть польза вот например в том что я упал на гололюде ударился головой позвонок улетел спинной мозг повредил спинной мозг я стал инвалидом и семь лет никуда не выхожу есть польза в том что и сосредоточился по девушкам не бегаю водку не пью и работаю и всем помогаю уважение нету в этом тоже есть польза потому что именно вы убедительные у нас мягко говоря персонаж теперь получился объясняя которому мы объясняем большинство людей которые тоже с такими же проблемами я понятно сказал нет да да вас теперь все будут любить за то что вы ничего не видите но я хорошо слышу и чувствует молодец я шутник но в моих словах из доля правды нет худа без добра и поэтому я хочу всем сказать друзья и девочки и мальчики тетеньки и дяденьки чтобы не случилось выход всегда есть что вот не случилось и на этом у нас построен алгоритм использования пика напряжения вот этого когда они 10 а там 100 может пика напряжение когда стресс использовать его потенциал как стресс трамплин для решения нерешаемых вопросов но мы сейчас об этом говорить не будем у нас будет я сегодня вечером объявлю юбинар но может быть он будет на ту неделю я сегодня дату скажу там такие будут два приема интелли интерес и все приемы и как раз там будут все обнуляться выходить на состояние безмятежности и в этом состоянии нуля мечтать мечтать что любая стрессовая ситуация наполняет их новой энергией новым вдохновением новыми силами новым чувством игривости потому что это полнота энергии и что а те вопросы которые они не могли решить теперь они могут решать да стресс использовать как силу как помощник этого мире никогда не было обычно все борются со своей самому его берем помощники это у нас на вебинаре будет такая перезагрузка через ноль на мира ощущения чем больше стресса тем больше сил по этой формуле я вам очень благодарен между прочим а вы меня я вам ехать ко мне не нужно видите я могу вас так научить а какая вы красивая девушка готова было ехать целую звоните если там вопросы какие-то будут еще раз встретимся давайте ибо обнимаю вас крепко спасибо всего доброго здоровья